Пусть хоть слонов разводят, лишь бы без мух и запаха. Жители частного сектора по улице Крылова возмущены соседством с перепелиной фермой в 10 тысяч голов. Предприимчивый сосед решил заняться производством диетических яиц в подвале своего дома, не учитывая последствий для окружающих. Подробнее у Ирины Вобещевич. Вот, вон сыпется. Это все их яйца. Сосед Дмитрия Колчева решил заняться получением яиц от перепелок. А вместе с этим все в округе тоже получили яйца. Да только не птиц, а зеленых навозных мух. Уже с ранней весны тут появились летающие насекомые, от которых нет спасения. Травить приходится регулярно. Дмитрий говорит, что потратил уже 50 тысяч тенге на химикаты. Но этого хватает на короткий срок. После того, как потравил, через два часа подметаю. Вот пол ведра мух дохлых. И иду, сжигаю все. И так каждые два дня. Дмитрий опасается за здоровье своей семьи. Не только мухи, но и невыносимый запах не дают житья в собственном доме. В прошлом году приходилось даже в теплый период покинуть дом. В этом все повторяется. Пытался клинику построить. Что-то у него не получилось. Он сейчас там создал птицефабрику. Прямо в центре. И на наше обращение он полностью игнорирует. Нам получается, что сейчас вот это продать, уехать на лето. То есть не жить здесь. Соток десять завалено птичьим пометом, который вот воняет. Там же голуби, там же сороки, непонятные какие-то чайки. Все это летает, все вот это засирают. Вонь вообще невозможна до тошноты. То есть в тишь, когда выходишь, и это реально прямо тянет на рвоту. На улицу вообще не выходим. Приехали и сразу домой окна закрываем. К слову сказать, с соседом раньше у всех были прекрасные отношения. Никто не вмешивался ни в жизнь, ни в деятельность других. Пока не дошло до абсурда. Да ради бога, как сказал мой соседский слонок быстро вводит. Но дело в том, что вечером здесь невозможно выйти, посидеть с детьми, с внуками на лужаке. Дети закрывают носы, убегают. Дедушка что-то вонь такая-то и так далее. Люди здесь из-за зеленых насекомых не могут ни белье на улице сушить, не употреблять то, что вырастили в пищу, гибнуть стали многолетние растения. Весь виноградник в мухах. Весь виноградник в мухах. Вот, везде все усыпано мухами. Вон дом соседа, вон все в мухах. Вот все деревья, все ели, вот каштан, все в мухах, все гудит. Вон забор весь черный, весь в мухах. Мы уже обращаемся здесь больше, наверное, уже два года, обращаемся, чтобы ветеринарные санкбинстанции, службы обратились. Но все в мухах, эти мухи. Здесь все, мухи и вонь. Жители второй год забрасывают все инстанции жалобами, чтобы остановили промышленное производство под боком. Но все тщетно. Мы уже обращались во все инстанции, и санкбинстанции, и надзор. Обращались, копии отдавали и Акиму города. Но ответов никаких нет. А сосед просто над нами издевается. Согласно прошлогоднего ответа, с отдела ветеринарии города Караганды соседу предписано прекратить промышленное производство яиц на территории частного недостроенного пятиуровневого дома. Предписание не было выполнено, и никто за это ответственности не понес. В этом году вновь на обращение жителей на объекте провели проверку и дали такое же предписание о прекращении деятельности до конца июня. И вот, что сказал сам владелец производства. Жители не верят в то, что и этим летом их избавят от помета, запаха и мух. Ведь до сих пор оборудование территории даже не начали вывозить. И новое лето предстоит, и он опять обещание. Никто его не наказывает, не штрафует. Это центр города Крылова. В конце концов, здесь школа, суд, милиция. Ну, это нужно все. Это нужно все прекратить. Я просто призываю власти города, ну, давайте как-то... Неужели человек, который заехал сюда, вот в такой, в подвал такого большого дома, имеет право на такое содержание?